США планируют вооружить Восточную Европу. В Литве, Латвии, Эстонии, а также Польше, Румынии и Болгарии могут окопаться основные американские боевые машины, танки «Абрамс» и БМП «Брэдли», сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Тяжелых вооружений в регионе не было уже 25 лет с момента окончания Холодной войны. Теперь США готовы кардинально изменить ситуацию. Цель не скрывается. Это сигнал России. Почти демагарти в итоге стоит. Я думаю, что это правильное решение, ведь угрозы Прибалтийскому региону становятся все более ощутимыми. Нужны конкретные шаги, и я думаю, что эти планы станут реальностью ради безопасности нашего народа. План еще предстоит одобрить министру обороны США Эштону Картеру, после чего решающее слово за президентом Бараком Обамой. Но масштабная подготовительная работа уже идет. НАТОвские специалисты выбирают наиболее удобные места для размещения тяжелых вооружений и складов с боеприпасами и запчастями. Подсчитывают затраты на реконструкцию подъездных железнодорожных путей и возведение ангаров. Количество техники рассчитано на бригаду численностью до 5000 человек. Параллельно на западных границах России американцы значительно увеличили масштабы военных учений НАТО. Удар саблей в Прибалтике и Балт-Опс в Балтийском море. Я в Адазе на военной базе в Латвии, наблюдая за операцией удар с саблей. Очень впечатляет. Участвую в 7 стран. Тем самым мы посылаем очень серьезный сигнал насчет важности балтийских стран для США и НАТО. И мы надеемся, что он будет получен. В столице Эстонии, Таллине, сегодня открылся командный центр НАТО. Всего их будет 6 в восточноевропейских странах. Задача – быстрое размещение сил в регионе. Американские пехотинцы находятся в Прибалтике и Польше с весны прошлого года в рамках операции «Атлантическая решимость». Осенью в Пентагоне объявили о переброске дополнительной бронетанковой бригады. Как раз для нее и продумываются новые точки размещения и снабжения в Восточной Европе. На протяжении последних нескольких лет вооруженные силы США расширяли масштабы заблаговременного размещения снаряжения для использования в процессе обучения и проведения учений со своими союзниками по НАТО и партнерами. Вооруженные силы США продолжают рассматривать наиболее подходящие места для хранения этих материалов, консультируясь со своими союзниками. А значит, в любой момент группировка тяжелых вооружений может быть быстро увеличена. Были попытки с нашей стороны адаптировать договор об обычных вооруженных силах в Европе под реалии, которые сейчас существуют. То есть, с учетом военной безопасности России. Западные страны не пошли, они не стали ратифицировать, некоторые не стали вообще подписывать этот договор. В итоге Россия приостановила свое участие в этом договоре. И сейчас мы планируем свое военное строительство на своей собственной территории, исключительно исходя из своих национальных интересов. При этом звучат заявления, что Россия близка к красной черте. Даже когда Россия проводит передислокацию войск или учения на своей собственной территории, в США все чаще называют это провокацией. Москва угрожает американским союзникам по НАТО, говорят в Вашингтоне, не уточняя, что НАТО уже у самых границ России. Субтитры создавал DimaTorzok